Добрый день дорогие друзья! Сегодня в нашей рубрике 5 фактов о балете мы решили поговорить, мы решили просто посплетничать. Потому что ничего не волнует людей так, как сплетни. Я не хочу сказать плохо о наших зрителях. Собственно говоря, всех волнуют сплетни. Все страшно любят сплетничать, все страшно любят какие-то желтые новости. Мы не будем говорить о желтых новостях, потому что сфера нашего интереса балет. А балет, несмотря на то, что балет современный дает большую пищу для сплетен, мы же все-таки говорим о балете классического периода, который закончился давным-давно. Поэтому сплетни наши будут носить исторический характер. Мы их можем называть историческими анекдотами, а может быть даже целая историческая наука. Марина, скажите, о ком бы вам хотелось посплетничать сегодня? Я бы хотела сегодня посплетничать о Матильде Кшесинской. Ого, Матильда Феликсовна Кшесинская женщина была в бодрости настолько необыкновенной, что о Матильде Феликсовне можно сплетничать просто бесконечно. То есть вот вся жизнь Матильды Феликсовны это сплошная сплетня. Ну давайте мы посплетничаем, знаете о чем? Давайте мы посплетничаем о Матильде Феликсовне и Сержа Лефаре. Нет, Матильда Феликсовна, конечно, любила мужчин сильно моложе себя. Сильно моложе ее был и князь Андрей Владимирович, не говоря уже о князе Дмитрия Павловича, который был ее, ну один по крайней мере со временем стал мужем, а второй был просто другом. Сержа Лефар все-таки был для нее слишком мал. Да, причем же здесь был Лефар. А сплетни, сплетни вот в чем. Вы знаете, была одна девушка, звали ее Виолетта, и Виолетта была настоящей графиней. И эта Виолетта, настоящая графиня была влюблена в Вову. Вову, это Владимир Андреевич, сын Матильды Кшесинской и великого князя Андрея Владимировича. Он сначала был Владимиром Сергеевичем в честь официального любовника Матильды Феликсовны, дяди Андрея Владимировича, великого князя Сергея Михайловича. Но потом все-таки, я не знаю, можно ли здесь сказать, справедливость восторжествовала. Так вот, единственный сын Матильды Феликсовны от великих князей, неважно каких, их было много. Но сын, скорее всего, все-таки от Андрея Владимировича, который стал потом мужем. Так вот, вот эта девушка была влюблена в ее сына Вову, Владимира Андреевича Романова. Да, причем я вам хочу сказать, что после того, как Кирилл Владимирович объявил себя в 1924 году императором России, он-то был всего-навсего старшим братом Андрея Владимировича. И, в общем, вполне себе Андрей Владимирович тоже мог оказаться императором, и Матильда Феликсовна смогла бы быть любовницей двух императоров сразу. Ну ладно, продолжаем все-таки олифория. Так вот, вот эта графиня, княжна, была влюблена в сына Матильды Феликсовны. Причем она здесь лепает. Так вот, сын ее отвечал ей, очень лениво отвечал ей взаимностью. Сын вообще был, надо сказать, не подарок. Один из любовников Матильды Феликсовны, кстати, тоже великий князь Дмитрий Палыч, писал о ее сыне, что, в общем, такая же развратная дрянь, как и был раньше. С годами стал только хуже. Вот, ну, я уж не знаю, был ли он. Так вот, девушка эта со временем разлюбила сына Матильды Кшесинской и полюбила лифория. Более того, Сержа лифория тоже полюбила. У них случился роман, большой, красивый роман, который, в общем, прямо даже, скажем, вот совсем большой роман. Так вот, Матильда Феликсовна очень переживала, что ее сына предпочли какому-то лифорю и даже, даже, однажды обварила кипятком эту несчастную девушку. А девушка, она так любила ее сына, что сняла у нее в доме комнату, ну, чтобы быть поближе к нему. А потом бросила и, значит, с лифорем. И вот она, лифоря, так и не... Кстати, Кшесинская лифоря не простила. В ее воспоминаниях плохо говорится... В ее воспоминаниях плохо говорится только о лифории. Обо всех остальных людях она говорит прекрасно. А с ним это простил Виолетту? Сын простил Виолетту или нет, не знаю. Сын был странным человеком. Он пережил мать всего на три года. Она умерла в 71-м, он в 74-м году, в 1974-м. Он никогда не был женат, у него не было никаких детей. По отдельным сведениям, для того, чтобы его освободили из немецкого плена, Матильда Феликсовна общалась с самим шефом гестапо Мюллера. И шеф гестапо Мюллер растаял перед обаянием Кшесинска и отпустил ее сына. Сделал это зря. Как и положено Романовым, ее сын Андрей Андреевич работал на британскую разведку, совершенно откровенно, и даже был в ближайшем окружении Черчилля. Соответственно, он участвовал во всяких таких антинемецких акциях. То есть в гестапо он оказался неспроста. В гестапо его забрали не просто так, не за вот Виолетту. Но Кшесинская так и не простила рефорию, что он увел у ее сына вот эту дамочку Виолетту, и даже ее кипятком уговорила. И вообще вот такая последняя, может быть, последняя с пленой. Могла бы, могла бы, могла бы. Она была очень бодрой женщиной. Последний раз танцевала на сцене Матильда Феликсовна в возрасте 64 лет. Она танцевала русскую. То есть это не был балет, это был скорее концертный номер в Британии. Но тем не менее, в 64 года примерно в этом же возрасте своего лебедя танцевала Плесецкая. Ну, если можно сказать, танцевала. Это вот была площадь. Помните, вот этот вот там Васильевский спуск, вот этот какой-то очередной бунт, и вот она, значит, там танцует. Так вот, Матильда Феликсовна в 64 танцевала, и умерла, кстати, Кшесинская в 99 лет. Так что вот такая вот столетняя, да, вокруг сына или фаря. Хотя не фарь или фарь, он увлекался, увлекался, он увлекался. Наверное, Кшесинская ему было увлекаться неловко, но вот, по крайней мере, Корсавиной он пытался увлекаться, кстати, на вечеринке, которую организовала Кшесинская. Именно на вечеринке Кшесинского дядя... Он увлекался на одной вечеринке ей всего лишь? Так Дягилев его не отпускал от себя, там, вот это же воспоминание о том, что Дягилев лифаря почти за ухо. Там же тоже кипели страсти. Да, он за ухо, он чуть ли не взял лифаря за ухо и сказал, все, домой хватит, давайте, Корсавиной. И увел. Так что вот такая вот сплетня довольно редкая, да, то есть вот я бы мог, конечно, поговорить о великих князях, может, и поговорим, но вот пока вот такая сплетня о Кшесинской. Интересно, о ком мы будем сплетничать теперь? Ну, ваш выбор. Теперь давайте посплетничим опять о Дягилеве. У нас было уже не одно видео про него, но про него можно говорить бесконечно. Ну, Дягилев – это персона, про которую действительно можно сплетничать совершенно бесконечно. По сути дела, Дягилев – это одна из самых ярких страниц русского балета, если не сказать, страница самая яркая. О Дягилеве мы говорили много, вот есть сплетни о Дягилеве. Вы знаете, что Дягилев, Дягилев, когда учился в Пермской гимназии, оказался в странной ситуации. Все его учителя мечтали попасть к ним в дом на всякие разные вечеринки, которые устраивали его родители. И поэтому он всегда знал, когда его спросят, потому что учителя его предупреждали. И в результате Дягилев-то был не просто двоечником, а просто, прямо скажем, двоечником ужасным. Лифарь вспоминает, что Дягилев говорил ему, что фамилия Дягилев происходит от папоротника. Представляете, Дягилев не знал, что Дягилев – это не папоротник. Просто он не интересовался батарикой. Ну, так вот все-таки своей-то фамилией можно было поинтересоваться. В конце концов, он не мог… Никак, кстати, не все наши зрители тоже знают, что же такое Дягилев. Слушайте, ну, бывает Дягилев и мед, да. Соответственно, если есть мед, значит, есть, собственно говоря, пыльца и цветок, а папоротник не цветет, как известно. Ну, не всем, есть люди, которым это неизвестно, но большинство людей все-таки догадываются, что папоротники… Я так больше тоже не пробовала, ни папоротниковый, ни из Дягиля. Ну, папоротникового меда не существует, нет цвета, цветка папоротника. А Дягилев и мед, да, он вполне себе. Ну, так вот, Дягилев не знал, от имени какого растения происходит его фамилия. Вот такое вот позорище и такая вот забавная сплетня из жизни господина Дягилева. Ну, а теперь посплеще, чем о Корсавиной. У Тамара Платоновна Корсавина, она, женщина-то удивительная. Знаете, я слечал воспоминания разных людей. Я слечал воспоминания самой Корсавины и воспоминания Кшесинской. По поводу известного события Кшесинская, которой костюмы всегда шили годами. Она страшно удивлялась, как быстро пошили ей костюм к ее последнему лондонскому выступлению, буквально за неделю. Обычно ей костюмы шили годами, вышивки, вышивки делали, вышивали драгоценными камнями, а не нитками. Была стерочная работа. Да, а тут просто, значит, утюгом наклеили все и сказали вперед. Ну, так вот, один из своих роскошнейших дорогих костюмов лилового цвета она подарила Корсавиной. При этом Корсавина была в восторге, не понимала, откуда же такая щедрость. Они были подругами? Нет, они подругами не были. Там была история какая. Князь Владимир, большой любитель балерин, я так думаю, что не было балерин, которые не имели бы с князем Владимиром каких бы то ни было отношений. Кстати, вот князь Владимир-то как раз это отец того самого Андрея, за которого потом Кшесинская вышла замуж и родила ребенка от него. Так вот, князь Владимир, он с Кшесинской тоже был в этих же самых близких отношениях, конечно же. Поэтому мать Андрея была против брака, говорила, ну ладно, он со всеми твоими дядями переспала, так она же еще со своим папой переспала, ну как же ты можешь на ней жениться-то, ну ты же вот Андрюшенька, сынок. Хотя в конце жизни она страшно переживала за внука и хотела внука увидеть. Ну ладно, не суть. Суть-то в чем? Суть в том, что он попросил Кшесинскую присматривать за Корсавиной. Ну понятно, присматривать за Корсавиной, это значит, ну ты сделай так, чтобы я с Корсавиной, так сказать, ну в общем, чтобы не надо было мне вот этих всех лишних разговоров, там, особняк, конечно, я ей не куплю, ну что-нибудь я ей куплю, там, ну как у нас принято у великих князей. И, соответственно, Матильда Феликсовна, а она к тому моменту, ну понимаете как, Матильда Феликсовна занималась тем, что торговала должностями, это был ее основной бизнес, брать взятки и назначать людей на должности. Вот, но она держалась это все, конечно, на, так сказать, ну скажем так, это держалась на сексе, но она не могла заниматься сексом со всеми. У нее одновременно было 3-4 великих князя, не больше, больше мужчин одновременно у нее не было. Поэтому она создавала такие маленькие студии, ну не бордельчики, конечно, а такие студии, куда приглашала молодых танцовщиц, которые были, значит, ну выпускницами, кардебалетом и даже солистками, и устраивала их свидание... Матильда Феликсовна, да, устраивала их свидание со всеми подряд. Но Корсавина, она была, понимаете, Корсавина была в этом смысле очень женщиной неправильной, понимаете. Во-первых, она одевалась специфически, сама шила себе одежду, делала это плохо, постоянно то подол у нее отрывался, то шлика свалилась. То есть это вот было у нее, у Корсавина это фирменный стиль, вот, что-то такое странно сшитое. И Кшесинская пыталась ее приодеть, то отрез ткани ей подарит, чтобы шила у Портнихева нормально, то уже костюм, понятно, что сама начнет шить из хорошей ткани, опять все будет отваливаться, опять прям на сцене, ну, в общем, костюм уже ей подарила. И тут случается следующее, тут есть две конкурирующие партии, салон Кшесинской, где великие князья себе танцовщицы выбирают, и салон одной девушки из кардебалета, которая тоже подбирала поклонников с одной стороны попроще, с другой стороны побогаче. И вот Корсавина была неким таким вот постоянным яблоком раздора, ее пытались то в один салон, то в другой салон. И кому-то, значит, ее вот, ну, ну, с кем-то ее подружить. Кого же она предпочитала? Она была странная женщина, она очень... Не били деньги. Она долго вообще никого не предпочитала. И в результате она, она вот не случайно умнейшая женщина, не случайно ее брат, выдающийся русский философ. Она выбрала самую перспективную партию, она выбрала посла Англии и вышла за него замуж. То есть вот Брюс, Брюс, за которого она вышла замуж, сначала родила ребенка, ну, как Кшесинская, а потом вышла замуж. Он был как раз британский послом, и он ее из России-то, собственно говоря, эвакуировал. Потери, конечно, были огромными, как и у всех, но они, по крайней мере... Ну, то есть Брюс просто вернулся себе домой, и все. А имущество, которое было у Корсавины огромное, она потеряла. Но Корсавина потом танцевала, и что-то она как-то где-то зарабатывала. Но непонятно, как строились ее отношения, потому что она как-то вот после Дягилева очень быстро от общественной жизни танцевальной, балетной, британской ушла. Я не совсем понимаю, почему. Возможно, потому что она просто умерла довольно быстро, несмотря на то, что она была сильно моложе Кшесинской, но прожила она меньше. Может, она занималась просто семьей? Может, занималась семьей, а может быть, просто у нее были с Лидией Лопуховой специфические отношения. То есть вот она была, как бы это сказать, воспитательницей Лидии Лопуховой. А в балетных училищах того времени это означало, что старшие, значит, девочки любят младших девочек. А вот этим китовым усом из юбки, значит, жестоко их избивают перед сном. И возможно, Лидия Лопухова... Почему именно перед сном? Ну, я уж не знаю, так было принято в императорских балетных училищах. Надо вот соскорить, заспросить, возможно, он знает, почему вот перед сном... Мне кажется, сейчас уже нет. Ну, не знаю. Так вот, возможно, Лидия Лопухова, которая играла в тот момент в Британии ведущую роль в танцевальной жизни, она, так сказать, не простила своей воспитательнице таких обид и вот как-то так. Ну, вот сплетня вот такая. Вот этот лиловый костюм, он ходит из мемуара в мемуар. Я встречал его четыре раза. Вот вдуматься, да? Я вот иногда думаю, вот я бы вспомнил через 20 лет одежду, в которую я был одет. Я даже сейчас не знаю, что у меня в шкафу висит. Через 20 лет вот они все тусуют вокруг этого лилового костюма, который Корсавиной подарила Кшесинская, и который Корсавиной нравился, но Корсавиной насплетничали, что Кшесинская подарила тебе лиловый костюм, чтобы ты выглядела старше и не была такой привлекательной в глазах князя Андрея. Вот такая... А что она его не носила? Она его носила, конечно. Она его носила, но ее предостерегали, говорили, что это вот все интриги, это вот все такое, вот, собственно говоря, зло такое, вот. Ну что вот такое спление Корсавиной. Как можно так оно и было? Действительно, этот костюм ее старел. Ну, я не знаю уж. Кшесинская пишет, что лиловый цвет был необыкновенно моден тогда, и поэтому она его подарила. Просто вот из того, что Корсавина все время одевалась как-то странно, не могла пришить шлейки куда надо, все с нее сваливалось, вот пришлось костюм подарить. И вот за это не спасибо сказали, а вот так вот, значит, вот так. Да, вот такой оригинальный вкус. Да, вот. Поэтому вот такая вот, собственно говоря, сплетня по поводу Корсавины. По поводу кого еще надо посплетничать? А теперь предлагаю посплетничать о Нежинском. О Нежинском. Ну, Нежинский и вся его жизнь одна сплошная сплетня. Опять же, мы тут Кшесинскую, Корсавина, да, то есть вот... Дягилева. Дягилева, да, ну вот Нежинский, кстати, вот он понимал значение Кшесинской. Он понимал, что Кшесинская не случайно единственная прима-балерина Императорского театра Российской империи. Никто другой, ни Трефилова, ни Павлова, ни Корсавина, ни Списивцева, никто не удостоился такого, и даже... Ну, никто. Понимаете, вот никто. И почему же? А вот потому что Кшесинская действительно была хороша. Кшесинская заняла вот эту нишу. Понимаете, вот что случилось с российским балетом во времена Сан-Леона? Российские балерины стали очень упитыми. То есть балерины стали четырехпудовыми. В принципе, четыре пуда это немного, это 64 килограмма. Но если учесть, что средний рост балерины тогда был метр пятьдесят, то получается примерно 15 килограмм к росту. Вот каждая современная девушка может прикинуть себе 15 килограмм к росту, и какой она будет балерины. Да, высоко так не прыгнешь. А они... Что-то незренько. Русские балерины вообще не подпрыгивали. Они не подпрыгивали, не вертелись, они не могли. Грудь пятого размера была для карто-балета нормальностью. Вот когда описывали красавицу жену Петипа, которую он потом сдал большому князю, невеликому, правда. Но это принято так было у хореографа. Они женились на танцовщице, показывали ее как следует в балете, делали ей ребенка, а потом сдавали ее какому-нибудь князю. Так поступил и Перо, так поступил Сен-Леон, так поступил Петипа. Это вот была такая... Ну так вот, вот это вот... Говорят, что вот Мария Суворовщикова, она танцевала последний раз на девятом месяце. И родила ровно через неделю. И это было незаметно. Это было незаметно, и это вот ей не мешало сольную партию танцевать беременность на девятом месяце. Никто не заметил, потому что, ну вот такие были балеты тогда в России. То есть женщины должны быть, ну, как бы, понимаете, да? Балет превращался постепенно в некий эротический театр. Женщин предпочитали полных. Пятая грудь для кардебалета, третья грудь для солистки. Это вот минимум. Да, и когда описывали балерин, писали, что балерины, они, как правило, должны быть полными. Идеал балерины – это лицо хирургима и полное мягкое тело. Это вот о той самой Суворовщиковой. Кстати, вот Пятипа Суворовщикова, сплетничий про нее теперь, так между делом, она не могла танцевать на пальцах, и у нее в пуантах были двойные вставки. Потому что не могла. Ну, слишком она была, понимаете, слишком она имела тяжелую нижнюю часть, которая вызывала восторг мужчин, и она не могла встать на носки, поэтому вот у нее была такая особенная обувь, прямо как... Сейчас это звучит просто фантастично. Как у Владимира Владимировича. Да, сейчас таких балерины не будет, хотя, знаете... А я-то сюда вовсе посмотрела такую балерины. Я вам больше скажу, Марина, на самом деле, простите меня, Мария Александрова, я уж не знаю, она танцует или нет, но вот она... Ну, вот она... Она примерно... Вот примерно такого типа, особенно если на ее нижнюю часть посмотреть, она вот примерно такого типа, как Мария Пятипа Суворовщикова, извините. Примерно. Вот, так что... Так вот, мы же с вами сейчас сплетничаем о несчастном Нежинском, Да, вернемся к нему. Так вот, несчастный Нежинский, несчастный Нежинский, он в своих воспоминаниях, которые, кстати, очень эротичны, но он писал уже их не совсем здоровым, он вот писал, что вот мучили его, мучили. Вот Кшесинская танцевала лучше, чем он, он был в этом уверен. И он лучше. Он устраивал истерики Дягилеву страшные, говорил, что с этой женщиной танцевать не буду. Верните мне Павлову, хочу танцевать с Павловой. И тут вот был такой, знаете, такой был диалог интересный между Нежинским и Дягилевым. Дягилев у него спрашивал, а в чем вопрос-то? Он говорит, вот нет. И Дягилев не мог понять, того, чем Нежинский там между строк писал. Обисал ему примерно следующее. Не могу я танцевать вообще говоря с Кшесинской, и не могу я танцевать вообще говоря с Корсавиной. Он с Корсавиной танцевал много, но каждый раз для него это была пытка, как в Жизеле. Он пытался быть равнодушным, на нее не смотреть. Они вызывали у него эротические чувства. Он не мог сдержать свой эротизм. А вот к Павловой никакого эротизма не было, потому что она была, ну... Сукул, да, тут прямо видать, в сцене. А тут он просто мучился вот этими всеми эротическими штуками и стеснялся выходить на сцену прямо вот с такими вот вещами, которые, возможно... Какой балет мы уже потеряли? Сейчас в вашем театре такого не увидим. Я вам больше скажу. Вот знаете, если сплетничать дальше, когда мы читаем сейчас, что женщины, которые видели ноги Нежинского и падали в обморок, эти, они не только ноги видели, понимаете? Ноги Нежинского мы тоже видели, в общем, они сохранились на фотографиях. Они видели другое. Они видели реакцию Нежинского, так сказать, на партнерш, на процесс. И говорят, что там... Хотя вот, опять же, Бронислава писала, что очень маленькое было у Вацлава достоинство, и он по этому мужчинам не очень нравился, а только женщинам. Но вот при виде вот этого маленького достоинства женщины падали в обморок, да. И в этом смысле... Даже не привычные. Да, и в этом смысле вот Нежинский, вот он как-то чувствовал очень хорошо женщин. Его вот совершенно ввлекла неимоверно Кшесинская и Карасавина, и вообще не ввлекла Павлова. Вот такая вот, как бы, вот история, такая вот сплетня о Нежинском, о его вот этом вот эротическом таком образе. Он, конечно же, любил женщин, и, конечно, ну, как мы уже говорили, Дягилев только с гетеросексуальными мужчинами дружил. С гомосексуальными мужчинами у него связи не было. Дружба не складывалась. Да, как-то вот у него не складывалось с этим. Поэтому вот так. Очень интересная сплетня. Теперь последующим о Павловой. Павловой. Ну, Павлова, понимаете, Павлова это вот вообще одна сплошь. Почему же она не нравилась, да, Лефарю-то? Лефарю Павлова. Вы знаете, Лефарю Павлова, может быть, и нравилась. Просто они были всегда... К тому моменту Павлова с Дягилевым уже совсем не дружила, и была его жестким конкурентом. А, соответственно, Лефарь был при этом Дягилеву как, извините, щенок, и поэтому Павлова ему, ну вот... Ну и Павлова была, знаете, вот злой чувак Федор Лопухов. Брат, кстати, родной той самой Лидии, которая одно время возглавлял балет Малининский. Так вот, Федя Лопухов говорил примерно следующее. Была на нашей курсе, на нашем курсе, девочка. Все ее звали Шваброй. Швабра? За что же ее так? У нее не было пятого размера груди? Вообще не было никакого. Все ее звали Шваброй. Никто с ней не хотел дружить. Вообще ни один, вообще... Ну, в общем... Она смотрела как современная балерина. Угу. Да, вот она прям... И вот никто не хотел с ней дружить. Самая такая была. Вообще все смотрели на нее, и... Фу. Фу. Женщина не годится. Вот эта женщина была Анна Павлова. Вот она была такой. Почему она отправилась к Виктору Дандре, в его, так сказать, замок? Ну, сложно сказать. Возможно, это вот такая хватка, такая унаследованная от мамы и папы. А может быть, я не знаю, что нашел в ней Дандре. Может, он увидел в ней образ. Но Дандре, кстати, ее не очень любил. И он тоже. Не очень. Дандре, вот первое время, он к ней приезжал там типа раз в месяц, а то и тому реже. И проводил время с девицами. Вообще вот совершенно публичными. А Канни Павлова не приезжал. Возможно, этим мы и обязаны ее таланту и дарование. Ей было нечем заняться, и она танцевала в зале. И она страдала. Он снял ей огромный замок, там был репетиционный зал, она там танцевала. А он развлекался с девчонками, к ней не приезжал, она его не интересовала. Соответственно, вот такая вот была Анна Павлова. А потом она затанцевала, и все просто обалдели. И даже Кшесинская, Кшесинская, которая ругалась на Лефаря, что он постоянно ее сравнивает с Павловой, Кшесинская сказала, что Павлова лучше Жизель, чем она, что Павлова Жизель идеальная. Кстати, на мой взгляд, конечно, идеальная Жизель Списитцева. Ну, я вообще не видел вживую ни Павлова, ни Списитцеву, в силу того, что родился после их смерти. Ну, не суть. Да, так вот, она очень Павлову, значит, одобряла. Сплетня про Павлову, ну, как она выкупала Виктора Д'Андре, все знают, это не сплетня, вот этот блестящий, вот, кстати, у балерин, вот есть такая штука, вот, Виктор Д'Андре долго считал, что он аристократ, богатей, и она не достойна за него замуж выходить вообще. Возможно, даже, там, были аборты и прочее, вот, никак она ему не годилась. Но когда она оказалась, когда он оказался в тюрьме, единственный человек, который пришел к нему на помощь и таки выкупил его, заплатив баснословные долги, была Анна Павлова. Я думаю, что все, нам, наверное, пора уже перестать делать всякие гнусности. Согласна. Большое спасибо, что оставались с нами. Марина нам очень помогла в этих гнусностях. Спасибо, Олег. Всегда рад.